Всем привет! Вы, наверное, заметили, что я уже достаточно давно снимаю свое видео в другой комнате. Так вот, теперь это и есть моя комната! И сейчас я вам ее покажу. Заходите, не стесняйтесь. Это моя дверь. Да, у меня есть дверь. Одеваем мимимишные тапочки с овечками. И все, мы готовы к рум-туру. Начнем с зеленого ковра, который я называю домашней травкой. Его очень любят мои собаки. Голос. Молодец! Но он ведь правда похож на кусочек травы посередине комнаты. Слева от входа стоит комод с настолько черными ящиками, что даже если я буду хранить там скелеты, никто не узнает. Сверху комода стоит телефон. Да, так, для связи с внешним миром. Пара американских журналов. J-14, Seventeen и какой-то бизнес-журнал с Беттани Мото. Рядом сидит клубняша в ободочке Sims и кепке YouTube. Саша тоже в ободочке Sims, но только у нее он светится. Достаточно пугающе ночью. И еще пара свечек для атмосферы. Ну а справа, на виду, чтобы было удобнее, лежат аккумуляторы и прочая фигня, необходимая для работы. Я часто прихожу снимать видео и забываю, что камера разряжена. Поэтому решила держать все это на виду. Что в самом шкафу? Ну, во-первых, все мои компьютерные игры. Доисторический Лего Лэнд или вся моя коллекция Sims 2 и Sims 3. Игры про лошадей и даже пара дисков для Windows XP. Еще в одном из ящиков я храню накладные усы. Пару пластиковых очков, воздушные шарики, ненастоящую кровь и даже шапку Санта Клауса. В последнем ящике можно найти мини-штативы, пульты и прочее мелкое оборудование для съемки видео. И даже маленький накамерный свет. Пошли дальше! Это космическая станция, с которой я отправляю команду ракетам и спутникам НАСА. Ну а если честно, я просто сижу здесь и часами монтирую. Здесь у меня наушники, как у диспетчера, огромная коробка, которая, я забыла, как называется, стеснительный принтер и дофига противных проводов. Это старичок Ларри, и он помогает мне работать в программах, которые не ставятся на мак. На коврике для мышки написано «Не трогайте меня! Отстаньте!» А у монитора стоит пламбок, который показывает настроение моих симов. Снова пара свечей для настроения и внешний диск с позжеими коробками. А это нечто ужасное! Я прикрываю эту коробку аккуратным блокнотом, но на самом деле там творится хаос. Так что в закрытой коробочке это смотрится гораздо лучше. И, конечно же, мой мак, на котором я, собственно, монтирую. Покажу вам свой рабочий стол. Кобрик с яблочком из купертина, кружечка с водой, чтобы не умереть от жажды, и микрофон, на который я записываю озвучку. А внизу моя розовая мусорка! Почему розовая? А почему бы нет? В правее рабочей станции расположена маленькая зона отдыха. Диванчик с няшными подушечками, на котором я еле умещаюсь. Спорим, вы не знали, что я коллекционирую подушки. У меня тут губы, медвежата, зайки, котики. Прям каждый раз вместо работы хочется на этом диванчике поваляться. Уютно так. Ну а стены за диваном я решила разукрасить рисунками и красивыми фенечками, которые получила по почте. Дальше самое интересное. Уголок, где я, собственно, снимаю видео. Я решила устроить себе здесь совсем маленькую студию. Поставила сюда свет, штативы и на стенку повесила цветные фоны. Они главные в этой комнате и занимают тут больше всего места. Даже при том, что их можно поднять и опустить как шторы. А еще на стене висит огромная карта мира. Когда мне скучно, сажусь и начинаю ее изучать. Включаем свет и начинаем снимать видео. В уголочке я посадила двух милейших пушистых медвежат, чтобы мне не было, ну уж совсем одиноко. Последняя часть моей комнаты – музыкальный уголок. Здесь я пою, пишу песни и иногда сажусь проиграть на фортепиано. Ну, как вы уже поняли, здесь стоит фортепиано, микрофон и пульт для репетиций. Пульт, кстати, интересная штука. Он иногда очень прикольно обрабатывает голос и добавляет разные эффекты. Ну вот, кажется, это все. В этой комнате я работаю и провожу все свое время. Снимаю видео, монтирую, пою. Так что приглашаю вас всех в гости и пока-пока. До следующей пятницы. Субтитры сделал DimaTorzok